к организации здесь выборов, потому что точно так же дальше они потренировавшись на Грузии и полезут в Украину. И какие нарушения здесь могут быть, которые также могут быть потом использованы, технологии различные в нарушениях выборов на Украине. Поэтому я работал по своему плану. Что касается в этих, где там зарегистрированы, как там по-грузински написано, я это не знаю, что написано. Ну то есть вы, там есть агентство информационное? Я прошу прощения, если бы я, я насколько понимаю, есть в списке ЦВК, Центральной избирательной комиссии Грузии, там есть моя фамилия под номером 17. Если бы что-то было неправильно, наверное, мне бы это все не выдавали. Нет, да, речь не о нарушении, просто меня интересовало, почему как журналист больше, да, получается? Я объяснил свои цели, я приехал по паспорту, абсолютно официально, поселился в гостинице, об этом сразу сообщил. Я не знаю грузинского языка, хотя может быть я его изучу, посмотрим. А, то есть вы прямо обратились к комиссии избирательной? Еще раз, я не знаю, я не знаю грузинского языка, я предоставил все документы по своей инициативе. Предоставил цикл. 17 номер, вы видели приказ ЦК? Да, да, не, не, там все законно, меня просто интересует, то есть вы пошли к агентству? Я не знаю, я не знаю, что там написано, потому что это, этот самый, на этих бейджиках, я увидел только свое имя, фамилию, и мне даже переводили, что там на 17. Ну обратились вы в Центральную избирательную комиссию, чтобы получить. Документы у меня есть от Центральной избирательной комиссии, я вам показал. Еще раз, документы у меня есть от Центральной избирательной комиссии, я вам показал. Я считаю, что все это законно, я еще раз хочу подчеркнуть, что я против того, что ребята, у которых есть жены, у которых есть дети, втягивают внутри политические процессы в Грузии. Мне задают разные вопросы, которые я считаю провокационными, я на них отвечаю несколько раз, мне пытаются их задавать опять, и я так понимаю, что потом все это вырезают и показывают зрителям, чтобы натолкнуть его на определенный момент, что якобы украинские боевики, число 27 человек, приехали для того, чтобы здесь решать свои вопросы. Это то же самое, что делают в Украине, это русские технологии, я не хочу в них участвовать. Скажите, вот эти ребята, которые сегодня были там в зале, они приехали одной группой, вы с ними приехали? Нет, они в разное время, например, Лука Чехетия приехал чуть позже, у него там посуды были дела, моя жена приехала чуть позже, в разное время. В разное время, то есть вы думаете, что это все связано с... Я это вижу. Это вы думаете, что это провокация со стороны грузинских властей или тут и... Я, если вы обратили внимание на мои интервью, до сегодняшнего дня даже не делал подобные замечания, поскольку я мог представить, что, например, это оружие могли подкинуть какие-то третьи силы, имея доступ к номерам и прочее. Для меня сегодня что-то непонятным два вопроса. Почему из них не снимают отпечатки пальцев, зачем тянут? Это обычная технология затянуть уголовное дело и им махать вот так вот СМИ. Очень непонятно. И второе, это по какой причине ребят не могут выпустить под залог, взорвать у них паспорта. Я услышал причину от прокурора, мы не контролируем всю территорию Грузии. Я так правильно понимаю, это официальное заявление грузинского правительства, так может к грузинским гражданам не надо сюда ездить, потому что это опасно. Даже грузинский адвокат сказал, что это позор такие заявления. Поэтому я вижу слишком большую заинтересованность в действиях тех людей, которые выступают на стороне обвинения. Поэтому у меня закладываются определенные подозрения, кто может быть автором этих провокаций. Но выгодна она, я уже вижу, эта политическая провокация нынешней грузинской власти. Я не лезу в внутренние дела. Отдайте украинских граждан, приведите экспертизу, давайте опросим всех свидетелей. Не затягивайте суд надолго, чтобы использовать его в медийных целях. И тогда у меня не будет подобных мыслей. Вы обращались в посольство, и как я понимаю, послам, но сегодня мы не видели. Он вообще не встречал. Он вообще... Я не видел консула, я вообще не считаю, что консул выделил себя правильно. Он должен служить не как халуй президента Украины, который олигарх сегодня здесь, завтра в тюрьме, или бегает, как Кенукович, в Россию. Он должен служить народу, закону. Если это украинские граждане, неважно, как к ним относятся Порошенко и его клика, он должен прийти, встретиться с ними, оказать правовую помощь. Он этого не делает. Вот это для меня еще один показатель, что он получает инструкции по этому поводу из банков. А значит, скорее всего, это совместная операция по дискретации оппозиции внутри Украины и по дискретации оппозиции внутри Грузии. Вы слышали, наверное, и сегодня тоже был об этом вопрос, о Михаиле Саакашвиле, который сделал заявление после экзит-полов. Именно поэтому сейчас мы... Какое заявление? Я не стремился на последнее, наверное. Ну, после того, как были объявлены заявления, он тоже призывал не признавать итоги выборов. Кто же? Это кто еще призывал? К массовому неповиновению. Кто, кроме него, еще призывал? Я уточнить хочу. Оппозиция. Объединенная оппозиция. Вы про крузинскую оппозицию говорите? Да, да, да. Я говорю про ситуацию в Грузии. Вы сказали, что вы с ним встречались, но в ноябре, то есть... Я такого не говорю. Не надо мои слова перековеркнуть. Ну, это я говорю то, что я видела в крузинских сне. Вот, пожалуйста, нам объясните. Я такого не говорю. Что именно объяснить? Задайте вопрос. То есть, знал ли Михаил Саакашвиле о том, что вы собираетесь в Грузию, встречались с ним с ним? Нет, по поводу... Я не встречался с ним до приезда сюда, и я с ним не консультировался в поводу приезда в Грузию. В данном случае Михаил Саакашвиле оппозиционный политик. Он для меня больше ассоциируется, так как он последние годы прожил в Украине, с украинской политикой. Советовался по поводу официальных процедур, которые делает... Это власть, а он же не является властью. Я не думаю, что это правильное решение. Я не встречался с ним по данной поездке. Я не советовался с ним по данной поездке, и я не поддерживал с ним контактов, не консультировался, находясь здесь. Поэтому по поводу меня сюда затянуть, пожалуйста, не надо это делать. То, что я говорил, и, возможно, это переврано в грузинских СМИ, можно поднять просто в прямую речь. На протяжении осени, возможно, это было в ноябре, возможно, было в октябре, я с ним встречу имел, как и со многими другими, например, с тем же Давидом Соквардлицем, например, говорил с представителем Егором Соболевым, с другими политиками. И мы говорили с представителями общественной организации о том, что у нас слишком мало доступа к СМИ, которая скуплена олигархатом. И я предлагал создать YouTube-канал, на который можно было размещать выступления оппозиционных политиков. Я точно не помню, когда это было, но подобная встреча была. Те встречи, о которых вы говорите, являются выдумкой политехнологов. Я сомневаюсь, что грузина украинских. Я думаю, что это московские политикологи. И вы узнали, что эти ребята здесь уже находились в Тбилиси, или вы заранее как-то договорились встретиться? Нет, конечно, они знали, что я еду, и, конечно, мы планировали здесь встречаться, потому что я ехал один день по работе, а остальное время те друзья, с которыми я встречаюсь, они такие же мои друзья, какие я тоже с ними воевал. Часть людей, она была под моим командованием. Поэтому, когда они пришли, например, вот я, вот, например, мама Ванон Дерадзе, в которой мы были в гостях, там есть еще родственники наших грузинских, которые были в гостях. Как это происходит? Мы встречаемся, сидим, например, там, пьем кофе, то есть, съели там суп, еще там что-то, они говорят, пойдемте к нам домой. И мы постоянно то и делали, что то ли ходили домой, встречали и знакомились с мамами, бабушками, дедушками, ну, это грузинское гостеприимство. Насколько мне известно, еще ребята планировали несколько дней поехать, часть к Луке, Чехетия, к этому самому, к отцу, ну, Зугдиди, насколько я понимаю, он живет, а часть с Роландом, в мире, в Аббаши, в Аббаши у него могила отца. Так как эта поездка далекая, там почти, ну, сколько, больше 200 километров, если я не ошибаюсь, планировали ее заранее. Я поэтому планировал уехать в понедельник, скорее всего, часть ребят поехала бы тоже в понедельник, а пару-тройку человек, которые вот это дальнее путешествие по Аббаши, возможно, бы остались. Насколько я помню, так и получилось. Но сейчас вторник, я тут вынужден задерживаться, из-за того, что я не могу бросить украинских граждан, хотя от них уже открестился, к сожалению, наш консул. То есть вы же знали, что здесь выбор. Вы тоже... Я еще ехал на выборы. Да, но вы как наблюдатель. Ребята знали, что выбор. Да. Сказать, что сезон туристический нет. То есть, но вы... Мирослышали? С кем я сказал, я встречался? Я имею в виду, что вот эти ребята... Можно вас попросить подойти? Подойти. Можно вас попросить подойти? Я прошу прощать. Можно вас попросить подойти? Мне вот это надоело. Уважаемые психологи. Вот, например, гражданка Гружи, мама одного из моих офицеров, Ванона Дерадзе, у которого мы были в гостях. Женщина, девушка, вернее, удивляется, что мы приехали в туристический сезон. Я ей пытаюсь объяснить, что мы встречались с людьми. Пожалуйста, скажите вот... Да, кратк маунда. Чамусулы бихуны, не саниды, Рогорья, дикчемшуй, зальем дитпатрижса семэнда, Рогор, армия бпатрижем, десакши ма галитад, цхолида к барихуны, чамусулы, да, элементарные рули. Почему в туристические поездки? Воздух в Тбилиси, что он ему не нравится, поэтому сомневается, что мы хотим им дышать. Да мне плевать, что нравится судей, еще что-то, закон должен быть. По закону, они, как законопослушные граждане, приехали сюда. Почему они должны оправдываться, свободные люди, законно, показав паспорт, что они приехали, они с друзьями встречаются, они по туристическим поездкам. Мне кажется, что немножечко уже переходит все границы. Я, как политик, если вы, как издатель Украины, я готов вам это все рассказывать. Но, простите, когда начинают лезть и вытаскивать это, потом использовать, вот, мы приезжали, это один из людей, который сидел в зале суда, и там таких было много. Вот родственник, брат Роланда Мелий, там еще несколько человек. Да, у нас фаршка, он доза шлихо, ма 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 мисси Саплавзе. Саплавзе ундасима. И вот, что вы собираетесь делать? Как вы собираетесь? С адвокатом будут работать. Я думаю, что... Вы собираетесь оставаться до того момента, как их освободят? Конечно. Да, я правильно понимаю. Или, слушайте, если уж тогда, меня сейчас рассказывают, что я тут с Саакашвили о чем-то там договорился, и мы тут хотели что-то устраивать, так что меня не арестовывают? Арестуйте меня. Я такой же обычный иностранец, у меня нету тут никакой дипломатической неприкосновенности. В конце концов, я гарантирую за этих людей. Я знаю приказно, что они в чем не участвуют. Меня даже не опросил никто. Что это такое? И вы в момент задержания были вообще отдельно от этой группы? Как вы уже занимались? Пожалуйста. Я веду прям эфир. Я просто хочу, чтобы не слышали это от вас. супруга, которая после 28-го числа оставила трех детей наших у бабушки, у нас три мальчика, приехала сюда, и мы с ней хотели до понедельника, было пятница, суббота, воскресенье, провести немножко времени вместе. И, так как... Я прошу прощения. И так как, ну я хотел бы все-таки сосредоточить, и она побыть вдвоем, мы жили в другой обеспечении, нежели они. Понятно. Спасибо вам огромное. Семенченко. И вас, я представляю, как ты куда-то приехал на Иракию Крым, и я там, как ты куда-то вышли, да, в самом деле, в Аталию. Да, я могу...